Ты нажал? Так, отлично. Значит, еще раз всем привет. Спасибо, что присоединились в эту пятницу. На улице, по крайней мере, в Москве погода стала лучше, но холодно. Да. И сегодня мы поговорим, в общем-то, вот о чем. Мы поговорим об интернете и технологии для людей с ограниченными возможностями. Тема действительно, ну, как бы интересная, и просто мы в Теплице в октябре освещали эту тему достаточно много, писали материалов, различных подборок приложений, новостей и так далее. И старались как-то более подробно рассказать о том, что это такое вообще, для чего это нужно, и как вообще с этим быть. Так, секундочку. Окей. Пару слов обо мне. Я думаю, что если вы участвовали в наших вебинарах или просто меня знаете, вы знаете, кто я такой. Если нет, то пара слов о себе. Я ивент-редактор. То есть это все, что касается мероприятия Теплица. И если там инфопартнерство, что-то еще, пишите мне. С радостью отвечу. Также я провожу вебинары, как этот, и делаю видеоуроки. Это такие небольшие видео, собственно, о том, как пользоваться сервисами. И если вы знаете нас, вы, наверное, видели наш сайт и не раз уже. Но еще раз, чтобы просто он у вас примелькался. Он такой на данный момент зелененький. И мы пишем очень много интересного. И основная цель, да, мы связываем некоммерческий сектор, то есть это какие-то некоммерческие проекты, и IT-сектор. То есть тех людей, которые разбираются в технологиях. И мы рассказываем им, как было бы здорово, если бы вы могли, например, делать что-то полезное, в том числе еще. Ну, я думаю, что все посещали наш сайт. Если кто-то нет, можете написать, даже интересно. Тут есть внизу, как вы видите, наш сайт, и в социальных сетях везде мы теплицы СТ. По поводу вебинаров, опять же, если вы по какой-то причине пропустили один из наших вебинаров или хотите посмотреть, какие были, вы можете зайти на наш сайт в раздел мероприятия, и там внизу будет ссылочка на вебинары. То есть это раздел именно на видеозаписи, где есть также презентации. Поэтому, если вам интересно, можете зайти посмотреть. Также мы делаем... У нас есть плейлист на YouTube на нашем канале. Вы также можете подписаться или просто зайти по ссылке посмотреть. Достаточно их уже много. И по поводу онлайн-уроков или видео-уроков. Сейчас, на данный момент, их уже 99. И это действительно такие небольшие видео, которые рассказывают вам какие-то полезные вещи, которые помогут вам для вашей работы, с одной стороны, или просто для каких-то личных проектов, или вообще для того, что вы делаете. То есть это в основном какие-то интернет-сервисы, которые не требуют установки, они работают в окне вашего браузера. Так, ссылочка также есть. Презентацию потом можно скачать, значит, видеозапись, как я уже говорил. Ну, и понятно, что она будет, да, так что ничего не пропустите. О чем мы сегодня поговорим? Это как бы не такие последовательные пункты, но просто что я пытаюсь осветить сегодня. Я расскажу вообще в глобальном таком понимании, на простом языке, что такое универсальный, инклюзивный дизайн. Расскажу о технологиях, о приложениях, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Вообще, кто такие люди с ограниченными возможностями? И какие проекты популярны в России и в мире? И, собственно, отвечу на вопросы с радостью. Если, опять же, будут какие-то комментарии, пишите в процессе. То есть не стесняйтесь. Очень важно, если у вас есть какой-то свой опыт, да, в ту тему, про которую буду конкретно рассказывать, например, вы можете также дополнять, свободно писать в чат. Опять же, это будет полезно очень людям, которые слушают и будут смотреть потом впоследствии вместе. Но до этого я хочу пару слов вот о чем сказать. Вот что есть организация ROI и перспектива. Она поддерживает права людей с инвалидностью в разной степени. Игорь Кимчатов, собственно, представитель этой организации. Спасибо. Так, у меня что-то было с интернетом, да. Сейчас вроде я вернулся. Все окей. Так, меня сейчас слышно. Видно. Надеюсь, что да. Окей. Ну, так бывает. Итак, да, я начал рассказывать про организацию перспективы, собственно. И, как я уже сказал, не заслышал ли меня. То есть она занимается тем, что в таком глобальном формате отстаивает права людей с инвалидностью и также развивает понятие универсального дизайна в России. Об этом я скажу чуть позже. И, собственно, почему я привел сейчас эту информацию в начале, в самом, потому что сейчас, собственно, перспективы проводит конкурс всероссийский, конкурс проектов на основе принципов универсального дизайна. И вот внизу есть ссылочка, вы можете перейти почитать. Собственно, этот конкурс нацелен на то, чтобы люди подавали проекты, которые будут соответствовать этим принципам, о которых я расскажу позже, и, собственно, которые будут расширять возможности людей с ограниченными возможностями. То есть, как я понимаю, это нацелено, в принципе, больше на маломобильные группы граждан, но в том числе, мне кажется, можно подавать и другие проекты. То есть, прием заявок до 9 ноября, поэтому у вас, если есть какие-то идеи, будет здорово, если вы, да, подадите. Вот, Игорь, скидывайте ссылочку. То есть, серьезно, очень рекомендую почитать и поучаствовать. И в том числе в рамках этого конкурса у Теплицы есть своя номинация. Значит, мы выберем один из проектов, который использует IT-технологии. И он получит небольшой такой грант на доработку проекта. Опять же, для того, чтобы подать заявку, нужно до 9 ноября. Да-да-да, не только маломобильных граждан. То есть, до 9 ноября нужно подать заявку, то есть, заполнить формулу. В принципе, если вы по ссылке пройдетесь, там есть анонс. Вот. Все, на самом деле, очень просто. Итак, вы в анкете просто заполняете свои данные. Например, если касательно вот этой номинации. Вы просто пишете кратко сначала описание вашего проекта, что вы хотите сделать. То есть, этот конкурс именно для проектов, которые еще не работают, еще не созданы, для новых проектов. Вот. Поэтому вы отправляете, собственно, эту заявку. И потом до, наверное, до 15 ноября, насколько я помню, в том числе вы можете как бы удаленно работать над своими проектами. То есть, условно говоря, такой формат удаленного хакатона. Да, вы вот как-то можете образовать команду, работать вместе над проектом. Ну, и потом представить прототипы, например, приложений, вот именно организаторам. То есть, я также советую поучаствовать в этом, потому что это действительно здорово. И как уже я сказал, что лучший проект получит грант на доработку в размере 60 тысяч от теплицы. То есть, этого будет действительно достаточно, чтобы проект заработал, да, чтобы был создан минимально жизнеспособный продукт. И было бы полезно его потом развивать. Да, Игорь тут скопировал такую маленькую, малую, да. В общем, действительно советую просто посмотреть. И так как эти темы очень связаны между собой, обязательно как бы это все своевременно, и это очень здорово. В общем, еще раз резюмирую. То есть, сейчас проходит конкурс от перспективы для создания проектов, нацеленных на помощь, например, людям с ограниченными возможностями. Это не только маломобильные граждане, это все, что угодно может быть. Для этого нужно заполнить анкету и подать свою заявку. А теплица также выберет один из проектов. Просто в конкурсе есть несколько номинаций. Вот одна номинация есть в теплице, и вы можете подать именно на нее и разработать прототип какого-то нового приложения, например. С этим понятно? Если непонятно, какие-то вопросы будут в конце, можете написать. Итак, и теперь переходим конкретно к теме. Значит, сегодня мы начнем с того, что просто я обозначу, что такое вообще универсальный и инклюзивный дизайн. Конечно, разница между этими понятиями есть, но, в принципе, они достаточно близкие. И давайте мы будем сегодня использовать именно понятие универсального дизайна. То есть, на английском языке есть универсальный дизайн, инклюзивный дизайн, accessibility и так далее, разные понятия. Но мы сегодня будем говорить о таком более общем понятии универсальный дизайн. И что же такое, собственно, универсальный дизайн? Если самым простым языком, опять же, говорить, что это такое, то универсальный дизайн – это дизайн продуктов и объектов, которыми в полной мере могут пользоваться все люди без необходимости специальной адаптации. То есть, ну, достаточно понятное, мне кажется, определение, да? То есть, это то, что не нужно изменять для того, чтобы могли пользоваться все люди, независимо от того, маломобильны они или нет. Например, с ограниченными возможностями по слуху или зрению или нет и так далее. И чтобы лучше понять, что это такое, у универсального дизайна, в принципе, есть семь принципов. Они выражаются следующим образом. Вот есть картинка. Так, сейчас я приближу, наверное, если... Чтобы было лучше видно. Так. Да. Нет, так я, наверное, не... Ну, мне кажется, в принципе, видно вот немножко, даже если не приближать, значит, семь картинок. То есть, семь принципов заключаются в следующем. Просто давайте вот... Давайте я их сначала прочту. Я просто специально написал их списком. И потом перейдем к картинкам, и я прокомментирую. Итак, принципы универсального дизайна. Первое – это равенство в использовании. То есть, например, объектами должны и могут пользоваться люди как с ограниченными возможностями какими-то, так и без. Гибкость в использовании. Простое интуитивное использование. Легко воспринимаемая информация. Возможность совершения ошибки. Слабое физическое усилие. Размеры пространства для доступа и использования. То есть, если перейти к картинке и понять, что это такое, то есть, например, равные возможности использования – это понятно, да? Я уже сказал. Значит, гибкое использование, как вы видите, например, если мы берем ножницы, да, самый простой пример, то они должны работать как для левши, так и для правши. Простое интуитивное использование. То есть, человек любой, там, без каких-то специальных знаний, должен совершенно интуитивно сразу понимать, как пользоваться, например, определенным объектом и так далее. То есть, например, если это какая-то кнопка помощи, как там картинка нарисована, то, в принципе, должно быть сразу понятно, что это такое, что это кнопка помощи и что можно понимать. Дальше информация должна предоставляться и легко восприниматься. То есть, как мы понимаем, вот пункт четвертый, да, то есть, во-первых, существуют разные люди, и по-разному мы воспринимаем нашу информацию. Кто-то визуал, кто-то лучше текст читает, да, кто-то там на слух воспринимает. То есть, вы должны предоставить всю информацию таким образом, чтобы она была доступна для всех типов людей и во всех типах распространения информации. Пункт шестой – это возможность ошибки. То есть, например, как вы видите, здесь, например, если человек что-то сверлит, то должно быть какое-то устройство, которое, например, будет ограничивать, допустим, от того, чтобы человек не сделал там неправильное отверстие. То есть, когда вы там, например, проектируете какое-то приспособление или какой-то сервис, вы должны понимать, что человек может ошибиться, и, собственно, вы должны знать, где он должен ошибиться и помочь ему в этом, чтобы он не пугался этого, например, чтобы это было даже предусмотрено в том числе. Шестое – это низкое физическое усилие. Это, ну, например, тут очень хороший пример приведен, что, например, если это дверца, да, то, например, чтобы ее открыть, нужно совершенно не сильно прикладывать усилие для ручки, да, а можно совершенно там минимальными усилиями на нее нажать и дверь откроется. Ну, это как самый простой пример. То есть, например, ограничениями они также должны использовать саблиния и те элементы, которые, например, вы проектируете. И седьмой – это для доступа вы используете, что, например, например, турникетов, да, то они должны быть предусмотрены как для людей обычных. Ну, опять же, слово «обычное» нельзя употреблять, потому что что такое обычное, да, то есть в данном случае для людей, которые просто идут пешком, и для людей, которые едут на коляске. То есть для этого нужно предусмотреть, во-первых, размер, да, турникетов, просто просторное должно быть место и так далее. То есть вот эти семь принципов, они достаточно… И, с одной стороны, они важны, с другой стороны, они достаточно простые. В том числе они, может быть, где-то интуитивные. И мы иногда забываем о том, что любят дать. Вот конкурс, который проводит «Перспектива», направлен на то, чтобы использовать вот эти семь принципов для новых проектов, которые вы будете создавать, для новых концепций, которые вы будете создавать. И это, на самом деле, такой некий челлендж, который позволит вам, даже если, например, вы никак не касались раньше этой темы, то вы можете взять, просто подумать о том, а как придумать новый сервис или услугу для того, чтобы ею могли пользоваться, например, все люди без ограничений. И это просто такая хорошая разминка для мозга. Я считаю, что это отличная возможность вот именно с помощью конкурса попробовать свои силы, да, и придумать что-то интересное и новое. И в том числе, опять же, вы можете с Абрамоманду сделать это вместе, поэтому очень советую. Давайте перейдем дальше и поговорим просто вот в частности, а что мы имеем в виду вообще по ограничению возможностей. Естественно, можно выделить три основные ограничения, которые существуют. Ну, естественно, это не все ограничения, да, есть еще какие-то. Но, например, мы сегодня будем говорить об основных этих трех. Это мобильность, это слух. Вот, в принципе, этого вполне достаточно, чтобы, наверное, покрыть, наверное, 90% вот вообще всех ограничений, которые существуют. И вот здесь я хотел бы поговорить вот о чем, что, например, мобильность, это не надо воспринимать, что это только люди на колясках, например, данных, либо это что-то другое. Оп, опять у меня интернет. Меня слышно? Да, так, отлично. Ну, видимо, что-то вот с интернетом. Окей. Да, вот Игорь дополняет, что это еще особенности восприятия информации. Так вот, вот о чем я хотел сказать. Например, если мы берем мобильность, любой человек может прочувствовать, что такое ограничение мобильности, да, например, взяв в руки тяжелые сумки, либо, например, детскую коляску и попытается, например, он перейти через переход в метро. Вот это уже ограничение мобильности. Либо я на себе, например, прочувствовал, что это такое, когда у меня была травма колена, мне сделали операцию, я не мог ходить какое-то время, и одно время потом я ходил на костылях. Это прекрасное ощущение того, что значит быть ограниченным в мобильности. Поэтому вот рассматривайте это, на самом деле, в таком достаточно широком формате. И должны иметь в виду, что, например, пожилые люди, дети, это тоже, как бы, собственно, они имеют ограничения в мобильности. Поэтому так как мы все стареем, то мы все когда-то будем пожилыми людьми, и у нас будут ограничения в мобильности. Поэтому нужно воспринимать такую широкую точку зрения. Ограничение зрения здесь понятно, да, что, как по статистике, больше 90% информации мы воспринимаем через наше зрение. Поэтому потери зрения, либо отсутствие зрения – это, конечно, очень сложно. Но с этим также можно жить, и многие люди показывают, что это действительно возможно. Также с ограничением слуха, ну, как я понимаю, что вот ограничение слуха также связано с ограничением речи, соответственно, вот это немножко пересекается. Поэтому вот эти ограничения, собственно, они существуют, и вопрос, собственно, а как нам их преодолеть. Игорь, ну, про особенности восприятия. Но, как я уже сказал, что вот... Я просто не знаю, что Игорь, я жду вот особенности восприятия информации. Но пока Игорь, в общем-то, пишет, я перейду дальше. И еще раз, пожалуйста, смотрите на все это намного шире. И теперь мы поговорим и приведем какие-то примеры технологий, интернет-сервисов и приложений, которые помогают людям в повседневной жизни. И вот, собственно, здесь именно подборка тех приложений и сервисов, которые направлены именно на привычную нашу жизнь, да? То есть здесь нет каких-то технологических решений, оффлайн-решений, да? То есть, конечно, мы знаем о том, что существует достаточно много, например, для людей с ограничением мобильности, начиная от каких-то квадратов, я не знаю, на приводах, до чуть ли там не роботизированных устройств, которые позволяют, например, людям ходить, если они, например, не имеют такой возможности. Мы сегодня будем говорить, в принципе, не об этом, а мы будем говорить о том, как с помощью существующих интернет-технологий и приложений, можно также использовать, собственно, информационные системы, и интернет, как это используют все, собственно. Да, люди с ментальными особенностями, конечно, они воспринимают информацию по-другому. Окей. Итак, давайте перейдем к первому. И вот с чего я хочу начать. Так, мы все имеем компьютеры сейчас, да? Давайте мы будем говорить все-таки сначала о компьютерах, потом о мобильных устройствах, потому что изначально, ну, как бы, эволюция шла таким образом, что представим, что все-таки компьютеры, это, ну, там, на данный момент все еще основной источник получения информации из интернета. Ну, хотя тут можно поспорить. В общем, что я имею в виду, что изначально нужно обратиться к самим системам операционных компьютеров, да? Здесь я взял единственный, ну, может быть, минус в том, что я взял две системы, да? Это Windows, собственно, и это OSX, да, для компьютеров на, ну, производство Apple. И у всех, собственно, этих систем, привычных нам, есть встроенные системы, которые позволяют людям с ограниченными возможностями использовать, собственно, эту систему, использовать интернет и так далее. И здесь я привел несколько слайдов. Значит, первый из них – это вообще общий для Microsoft, который, собственно, описывает доступное их. Понятно, что помимо Windows Microsoft делает что-то еще, да? Там тоже Office, там, поэтому здесь такой общий портал. Но здесь можно найти информацию, например, разных версий Windows, что там существует, что можно использовать и так далее. То есть вот в данном случае это ключевое слово – доступность. То есть как сделать доступ к информации при езде для людей с разными ограниченными. Собственно, здесь надо посмотреть. И далее, если двигаться, то я там перешел, допустим, там есть русскоязычные партнерные и направленные на Windows 8. Ну, допустим, если не все люди еще перешли, то здесь можно посмотреть, какие специальные возможности, возможности ей, вот, использующих эту систему. И вот тут, наверное, мелко я сейчас опять же увеличу. Так-так-так-так-так-так-так-так. Как вы видите, здесь есть следующие возможности. Значит, упрощение работы с компьютером, прослушивание текста, который читает вслух экранный диктор. Это уже встроенная программа, вам не надо ничего устанавливать. То есть если у человека плохое зрение, например, или отсутствие зрения, тем не менее он в любом случае может использовать интернет и компьютер. также есть источник распознавания речи. И это причина моногранична в двигательных, в том числе, когда сейчас есть возможность, чтобы просто диктовать текст. Дальше есть понимание, как мы это все привыкли, например, кто Windows пользуется. Да, вот еще одна ссылка, кстати. Спасибо. В принципе, в данный момент базовые функции системы Windows, они, в принципе, и доступны для людей с игровыми. Поэтому просто даже можете попробовать их включить и посмотреть, как это работает. И просто многие не знают о том, что это существует, и они думают, что это сложно. Тем не менее, это отличный способ, например, рассказать вашим друзьям и знакомым, либо даже вашим, например, бабушкам или дедушкам о том, что такие специальные возможности на компьютерах и, как мы это делаем, средний, например, статистический человек, да, то есть, возможно, для них будет именно удобным использование таких специальных программ встроенных. Так, сейчас. А вот. Я просто уменьшил. Значит, также у компании Apple существует на сайте целый русскоязычный раздел, в том числе под названием «Универсальный доступ», и я очень советую его почитать. И он очень будет полезен, опять же, для того, чтобы понимать вообще, какие есть возможности, если вы, например, разрабатываете какой-то свой проект. Все очень доходчиво и все очень просто написано, опять же, на русском языке, и это, ну, опять же, нужно знать. Поэтому советую, опять же, перейти и посмотреть. То есть, если более подробно говорить, то здесь описаны технологии. Например, если мы говорим о десктоп-версии, то есть не о телефонах, а о компьютерах, то здесь есть различные технологии, встроенные в систему, которые позволяют людям с ограничениями по зрению, по слуху, там, физических навыков каких-нибудь, там, или грамотность обучения, собственно, для детей, да, использовать систему полноценно, что-то узнавать новое и развиваться. Поэтому, опять же, вот советую, вы не знаете, что это существует на самом деле. То есть ключевыми такими встроенными программами для людей с ограничениями существуют, существуют в операционных системах, собственно, это проговаривание текста, это голосовое управление компьютером. То есть это на данный момент работает сейчас очень хорошо уже, и вот если вы пользуетесь диктовкой голосовой, да, то есть вы проговариваете текст, а компьютер за ним записывает. Например, там такая штука уже доступна в Google документах, независимо от того, каким правом... А, нет, зависит еще, да. Это доступно в Хроме, то есть, например, ну, к системам все-таки лучше, но вот Google документы уже могут хорошо распознавать ваш голос, и, например, вы можете просто надиктовывать текст, и вы просто можете, опять же, поподелать. Представьте, сколько это может быть людям с ограничениями. Двигаемся дальше, и будем рассматривать теперь такие какие-то сторонние приложения, которые существуют. Возможно, вы знаете, но, тем не менее, более подробно узнать у них будет еще интереснее. И также, если вы знаете какие-то приложения или используете приложения, вы можете сейчас написать или там в процессе. Вот эту картинку вы как раз попали на этот вебинар, потому что я использовал как застатку. И мне кажется, этот сервис, ну, назовем его сервис, он является таким выражением гениальности, да, насколько он простой и насколько он решает очень важные проблемы. Итак, значит, собственно, в чем заключается этот сервис? Be my eyes, да, то есть будь моими глазами. Этот сервис, собственно, это приложение для телефонов. Оно делает следующее. То есть люди с ограничениями по зрению могут зарегистрировать. Если человеку этому необходимо посмотреть что-то, узнать что-то, например, да, и он не может это сделать, например, если он там плохо видит или вообще не видит, он может включить это приложение, направить это приложение в сторону, например, где он хочет что-то посмотреть. И ему человек, волонтер, который также записан, ну, там, условно говоря, подписан в это приложение, имеет это приложение, который зрячий, ему рассказать голосом, условно говоря, как это работает. То есть по технологиям это действует все очень просто. Это что-то наподобие Скайпа, но тем не менее это решает такие узкие с помощью технологий. То есть применение это действительно может быть и бытовое, и может быть более сложно. Например, если бы было показано в ролике, вы там можете посмотреть и посмотреть. Допустим, человек на камеографии, но так как у него плохое зрение, он незрячий, то волонтер через это приложение ему может просто объяснить и рассказать, что он видит. Что он видит на экране, например, что это за фотография и так далее. Или, например, когда нужно взять со стола что-то, да, на столе много наставлено, да, если он, например, не у себя дома. Потому что, как вы понимаете, что при ничтении по зрению они, подстабя все объекты рядом с ними, так, чтобы... Оп, опять что-то отключилось. Да, они подстраивают объекты таким образом, что они не знают, что находятся. Вот. Про это приложение, я думаю, понятно и очень интересно. Вы также можете попробовать им попользоваться. Единственное, что там, как я понимаю, вы можете быть, например, волонтером, но на английском языке, потому что в России оно еще не... Но, тем не менее, это хороший пример того, как технологии помогают решать определенные задачи. Вот не знаю, вот мне почему это приложение очень нравится. Мне кажется, что оно просто гениальное. Да, вот я просто сейчас думаю о том, что я хотел сказать еще по поводу вот того, что люди плохо... Да, вот что я хотел сказать. Когда я приводил пример о том, что человек, например, смотрит в интернете или, например, просто фотографии, он не различает и он не видит, например, что на них изображено, это на самом деле одна из самых больших и глупых проблем, которые существуют в интернете. Как мы все знаем, да, там, например, на сайте есть картинка. Так вот, как я уже говорил, вот встроенные обмаривания информации, например, да, они действуют следующим образом. Они прочитывают текст, который существует на сайте, да. Если нет нормального описания к картинке на сайте, то обычно это проговаривается как там 1, 2, 3, 4, 4, JPG. То есть часто почему-то люди забывают делать какое-то хорошее, правильное описание фотографии или изображение, которое они размещают на своем сайте. И вот вы должны иметь в виду, что это очень важно для людей с ограничениями по зрению. Если правильно делать описание к фотографии, во-первых, вы хотите индексироваться, во-первых, другие люди будут их искать, а не ваши материалы. И во-вторых, это очень важно, что люди смогут понимать, что действительно изображено на этой фотографии. То есть, например, если вы, условно, коммерческая организация работает с людьми с ограничениями по зрению, и вы публикуете, например, фотографии, пожалуйста, делайте полное того, что есть на фотографии. То есть я сведу не про что ваш материал, а именно конкретно, что изображено на фотографии. Что вот если вот мы смотрим на это изображение, то может быть так, что это мужчина, расположенный слева, в кепке справа написано надпись Be My Eyes, а снизу есть надпись и так далее. Вот эта информация будет более понятна и как бы важна для тех, кто использует VoiceOver для понимания информации с сайта. Также существует копия краудсорсинговой, которые, собственно, и направлены на то, чтобы волонтеры подписывали изображения к нужным фотографиям, которые хотят просмотреть люди с ограничениями по зрению. И это тоже очень интересно. Так, двигаемся дальше. Следующее. Это вышел недавно Яндекс.Разговор. А я пока почитаю, что написано. Боты поисковиков, они с трудовым пока различают фото. Но не буду спорить, в общем-то, но тем не менее, если вы правильно расставите приоритеты и напишете правильное описание, то индексация будет намного лучше. Итак, недавно вышло еще такое приложение для Android, только, к сожалению, пока Яндекс.Разговор. Собственно, что это такое? Это приложение, чтобы убрать разрыв между общением с людьми, у кого есть нарушение слуха, или, например, они не могут говорить. То есть, во-первых, с одной стороны, вы можете набирать текст, а он потом проговорит. И он может говорить на браке. Оп, опять я вернулся. Так. Если, еще раз повторю просто, если человек не может говорить, он набирает текст и проговаривается, и наоборот. То есть, можно проговорить текст, и он потом покажется на экране вашего телефона. То есть, это очень важное и полезное приложение, которое вы можете также скачать и посмотреть, как оно работает, если у вас Android. Приложение от Яндекса. Следующий момент, о котором еще рассказали, это для... Здесь, собственно, в чем суть? Наверное, все вы слышали этот сервис. Если нет, обязательно посмотрите потом, потому что он действительно очень интересный. Во-первых, это проект, созданный, не знаю, NextGIS. Они часто участвуют в Атонах, даже выигрывают, поэтому мы достаточно хорошо с ними знакомы. А этот проект направлен вот на что. Что существует, собственно, метрополитен в нашем городе, не только в нашем городе, как вы видите, что этот проект уже есть во многих городах, Европа в том числе. И что же он делает? Ребята просто, они берут и исследуют станции метро, выходы и так далее, метрополитены на доступность, например, для людей, которые на Алясках. То есть, ширина, работают ли лифты и так далее. И таким образом вы можете построить маршруты А до точки Б с учетом этих преград, которые у вас есть на пути. Опять же, как вы понимаете, когда мы, например, просто в приложении строим маршрут, да, он нам строит кратчайший путь, там, в метрополитене, ну, там, например, приложение от Яндекса. Здесь же будет указано несколько другое. Еще сделали, доработали классную штуку, что, во-первых, можно, допустим, если у вас есть какой-то адрес, и вы не знаете, из какого выхода выходить, да, то вы можете вбить этот адрес и вам, собственно, скажет, какой выход метро, там, например, там, первый вагон из центра или последний вагон из центра, какой вагон будет более, там, удобен. И я очень рад, что на этом сервисе у них есть раздел аналитика. И вот там классно есть инфографика, и вы просто можете посмотреть, насколько доступно вообще метро у нас в Москве, да, по соотношениям, я имею в виду, там, где, есть руководительственными возможностями. И, например, сравнить это с Амстердамом или, например, с Киевом или Минском и другими городами. И вы можете сделать определенные свои выводы. То есть это такое достаточно сложное с точки зрения сбора данных, но сейчас они вот именно делают разные аналитики, они очень помогают людям. То есть этот проект может помочь людям с ограничениями мобильности перед точки А до точки БО. Так, что-то интернет сегодня не очень хорошо. Окей, продолжаем дальше. Продолжаем тему ограничения мобильности и проект Smooth City. Этот проект питерский, и он был победителем питерского хакатона в 2014 году, в том числе, где, собственно, мы также были с организаторами, и благодаря, в том числе, нашей поддержке, проект доделан. Собственно, что он делает? Он, опять же, прокладывает маршрут от точки А до точки Битера с учетом разных преград для людей с ограничениями мобильности. То есть, как вы видите, здесь есть красная линия, желтая линия, синия линия, и каждая линия обозначает определенные виды препятствий. Таким образом, можно посмотреть, как лучше проехать. Но, опять же, маршруты уже строятся с учетом того, более оптимального, например, прохождение для людей с инвалидностью. Также, маршруты, он достаточно интересный и простой, его можно поддержать. Двигаемся дальше. Вот я долго думал о том, как представить проект. Мы, опять же, о нем писали, я не знаю, видят, но тем не менее. Это устройство называется Текло. И, опять же, он нам прочитывает физическими, то есть, когда вы, там, человек не может передвигаться, двигать руками, нажимать на клавиши. А после этого сервиса задались следующим вопросом. Как пользоваться, например, привычными устройствами, там, например, мобильным телефоном, планшетом, для людей, кто, например, ограничен движением. кресла, он может нажимать на какую-то одну кнопку, то, например, это устройство будет переводить эти нажатия кнопки в определенные движения на экране вашего смартфона. Таким образом, как вы видите, это устройство связывает действия людей с ограничениями и простые какие-то действия, последовательные нажатия или что-то еще, и они связывают это с действиями на телефоне. Таким образом, человек с ограничениями сможет использовать обычный стандартный мобильный телефон. Он сможет, например, там, сообщение и так далее. То есть, это уже расширение возможностей, это уже дает шанс людям использовать обычное привычное устройство. Можете зайти, опять же, почитать об этом, это действительно очень интересно. И, как вы видите, что, ну, во-первых, вот синим обозначен то, что могут делать люди с ограничениями. Например, они могут нажимать на что-то, да, они могут дуть по силе, вот, выдох, можно это переводить всегда от того, чтобы понимать, что человек может делать в смартфоне. Или, например, он может нажимать на ручку разным образом. действительно, мне кажется, очень, звучит просто, но это реализовать, конечно, технологически сложно, но это гениально, да, то есть, вот, как перевести это вот в такое. То есть, не знаю, мне кажется, это очень интересно. и рассказать о кейсе Теплице, то есть, этот проект был создан именно и технологии. Значит, в чем суть? Это вообще онлайн для слепых, вот как ни странно. Это сайт, непосредственно, который адаптивный, который хорошо виден как на мобильном устройстве, на планшете, на телефоне, так и на компьютере. он сделан по технологии, в ЦАГ, который развивает критерий доступности для людей с ограничениями по зрению. То есть, здесь можно менять контрастность, размер шрифта и так далее. Далее, почему это онлайн-кинотеатр, по сути, потому что там применена технология, которая позволяет людям с ограничениями по зрению понимать, что происходит собственно в кино. То есть, это вот голосовые какие-то описания и так далее. И непосредственно, конечно, тут организация свет, она информация о том, где проходят, например, показы таких фильмов, но тем не менее существует еще раздел, где есть онлайн-кино. И вот это действительно, мне кажется, очень сложно реализовано, но гениально в том числе, потому что просто вот простые технологии, но они вот вместе все позволяют людям понимать. Условно говоря, условно говоря, что, например, в интернете или там или просто дома смотрите фильм, да, то человек с ограничением по зрению, он может слышать, что происходит на экране, но этого недостаточно для понимания, что происходит. Поэтому необходимы комментарии. И обычно вот для этого делаются определенные комментарии. Вот, например, где происходит действие, что там есть и так далее. То есть, вот была, например, полная голосовая информация о том, что происходит на экране. И вот вы также можете посмотреть этот сайт. Мне кажется, это очень интересно. Двигаемся дальше. еще один проект, который стал победителем одного из наших катонов в прошлом году. Это, собственно, мессенджер. Возможно, вы... Да, это называется тифлоперевод. Спасибо большое. Мессенджер, который использует только иконки. И, собственно, он направлен для того, чтобы помочь людям с ограничениями речи общаться с людьми. И это может быть по разным причинам. Например, это может быть последствия инсульта и так далее. То есть, когда человек не может разговаривать, то тут, собственно, собраны определенные иконки. Мы назовем это иконки. с помощью которых могут и здесь быстрее. То есть, да, чтобы не тратить время на то, чтобы набирать какое-то слово, они могут выбрать иконку, обозначающую, ну, всем известное и понимание того, что, да, там, например, ему плохо или ему что-то требуется и так далее. И тогда быстрее люди смогут воспринимать, что ему, человек, необходимо. И это реально работающее приложение на Android. Вы можете его скачать, посмотреть. То есть, по сути, тоже все гениально просто. Да. Вот. Ну, кстати, вот я хотел сказать, что иконки или эмодзи, да, эмодзи все по-разному называют. То есть, как ни странно, это вообще входит в нашу какую-то в нашу жизнь повседневную. То есть, если говорить о детях, о мобильных устройствах, то вообще общаются там посредством этих иконок, заведомо просто вот там, не зная, что на самом-то деле. А изначально это, например, прошло откуда-то с другой стороны вообще. То есть, возможно, это в чем-то плюс. Ну, то есть, на самом деле, это сокращает время общения, да, человеку не надо много писать, он может быстро с помощью трех иконок объяснить. так, двигаемся сюда. Это еще отличное устройство, еще одно отличное устройство. Ну, как по фотке понятно, да, что это делается, значит, следующее. человек, не зрячий, не зрячий или с ограничениями по зрению, он надевает на палец это устройство, и оно с помощью инфракрасной камеры, собственно, как видео снимает и потом проговаривает вслух, что, собственно, написано на той строчке, на что наводит человек. То есть, это проговаривание именно текста с помощью определенного небольшого устройства. Таким образом, это дает возможность людям с ограничениями по зрению читать обычные книги. Мне кажется, это вообще потрясающе, потому что, то есть, как вы понимаете, да, для людей есть определенный шрифт Брайля, который позволяет официальные книги такие, условно говоря, выпуклые точечки, да, как считываются. Но читать вот обычные книги, это, мне кажется, очень здорово. И, по сути, вот, да, идея реализации, она очень проста. И так, чтобы считывать, нужно, чтобы была камера, чтобы вот, ну, то есть, идея, вот она как-то, знаете, простая, но тем не менее, ее ранее никто не реализовывал. То есть, вы можете, опять же, посмотреть на этот проект FingerReader и, ну, как бы, узнать, как там у них дела. Мне кажется, они... Так. Следующий, это конкретно уже такой технологический проект. Это принт-скрин. Как вы видите, ребят собирали деньги на свой, и им надо было 50 тысяч, они собрали 368, то есть проект был успешным, они их писали. Собственно, что это такое? Это такое виртуальное зрение, говорят. То есть, человек, собственно, использует определенное устройство, да, и с помощью звука это устройство и сигналов мозга по каким-то критериям выстраивает изображение. То есть, глобально говорить, если... То это открытая технология Voice, которая существует там с начала 90-х годов. В Америке есть ученые, которые этим занимаются, и так как технология открыта, то, собственно, любой может взять эту технологию и на базе нее делать какие-то вещи. Так вот, команда из России, ну, по крайней мере, разговаривающие ребята, они взяли эту технологию и, собственно, собирали деньги, а не на что? На пять прототипов, которые действительно будут работать, и, собственно, вот на это будут направлены деньги. То есть, берешь, что человек с ограничением зрения или вообще незрячий, он сможет увидеть наконец-то. Да, такие технологии сейчас существуют, но они очень дорогостоящие. А здесь предлагается и предполагается, да, что это будут, условно говоря, такие очки, которые каждый человек сможет купить там самостоятельно, они будут стоить там, ну, конечно, определенную сумму, может быть, небольшую, но, тем не менее, для использования они будут очень простые. То есть, на голову, как обычные очки, тут не очень понятно, конечно, видно. Вот. И они будут выглядеть, условно, там, как очки. То есть, вот, если Google Glass там никого не смущает, да, то, собственно, вот это тем более не будет смущать. И, вот, людям большое имущество в том, что они смогут видеть наконец-то или видеть лучше. То есть, мне кажется, это тоже я опять видела, прошу прощения, на интернет я повлиять не могу, к сожалению, пока еще. Так, как бы, наверное, вы все слышали, да, единственное, фраза оборвалась, и я об этом. Осталось там несколько слайдов. Да, еще есть отличное приложение Surdafon. Тоже хотел о нем рассказать. Это, собственно, опять же, приложение, которое виртуально использует язык глухонемых для общения. Тоже здорово. Это приложение определяет, собственно, возможности коммуникации, и с помощью него люди, которые знают этот язык, они смогут понимать информацию, которая есть, например, на ТВ, в социальных сетях, там, видео, либо бы на мобильных устройствах. Это активно. И это, условно говоря, виртуальный помощник. Прошу прощения. Поэтому также можете скачать, посмотреть его. Я думаю, что приложение работает хорошо. весной 2015 года, знаете, сейчас уже почти зима. Я вот очень надеюсь, что это приложение, оно как бы улучшилось. Я думаю, что оно точно улучшилось, потому что оно как бы полгода прошло. Ну, вот, кстати, Андрей, вот если вы, собственно, вот, например, вы говорите о том, что это приложение плохо работало, его не понимали глухие. Это же отличный способ дать фидбэк организаторам, собственно, этого проекта, да, и ведь это им очень важно. То есть, мне кажется, что нужно помогать проектам и говорить об их ошибках. То есть, вот, не надо бояться этого. И бояться не со стороны того, что кто дает фидбэк, а для тех, кто, собственно, делает проект. Потому что у нас что-то такая психология, да, что если дают сам отрицательный комментарий, то все, его надо удалить или забанить, или все, и не обращать внимания. На самом деле, нет. Это же как на велосипеде учиться кататься. Пока вы не упадете, вы не поедете. Поэтому, я думаю, что если каждый человек, кому близка эта тема, он напишет какие-то вразумительные комментарии по этому поводу, да, то, кажется, там, система должна быть исправлена. В любом случае. То есть, чем больше комментариев, тем больше система, собственно, будет улучшаться. Поэтому, здорово, что вы даете комментарии. Я думаю, что просто нужно, как бы, это чаще делать и не бояться. Не бояться тем людям, наверное, я обращаюсь все-таки к организациям, кто, собственно, делает такие проекты. Ну, например, я приведу про теплицу. У нас есть плагин для Яндекс.Ньюс.Фитнес. Он называется, он кодекает новости в Яндекс.Фит. И мне кажется, это пост про этот плагин, он вообще очень популярный с точки зрения комментариев. К нему очень много комментариев, людей, которые пишут какие-то замечания. И, собственно, благодаря этим комментариям нам и, собственно, удается улучшить этот плагин. Еще Андрей пишет, что я вел компьютерные курсы для группы Лугл Хоминемых и пытался тестировать на них Яндекс диктовку, Сурдафон и так далее. Отлично. А, кстати, вот какое, по вашему мнению, наиболее оптимальное решение тогда для глухих. Может, у вас есть какое-то на примере приложение, которое лучше всего работает, и было бы здорово его узнать. А пока я скажу вот о чем. Тут слайд, он, собственно, ну, как бы ссылка на статью, которая звучит следующим образом. Это интернет для людей с ограниченными возможностями, почему бы мы не адаптировали его для других. И вот я очень советую почитать эту статью. Как раз он, ну, как бы, вы, наверное, больше там, там, откроется для себя понимание собственности. И как начать делать для всех людей. Бегая, точнее, обращаясь в начало, либо говоря о универсальный дизайн, про принципы, как бы иметь в голове, что вот 7 принципов, интернет сегодня... Да, интернет сегодня... Sorry, sorry, sorry. В общем, я тогда просто рад, что я успел все рассказать, потому что что-то интернет плохо работает. Если есть какие-то вопросы, давайте задавайте или комментируйте, потому что мне кажется, что кто-то из вас знает что-то, что не знаю я, например, да, это интересно. В общем, резюмирую, хочу сказать, что сейчас существуют уже технологии, которые позволяют использовать полномерные устройства интернет-компьютеры и позволяют иметь информацию, к которой имеет доступ обычный, среднестатистический человек. Поэтому нужно просто рассказать об этом тем людям, кому это не нужно и будет. Смотрите, значит, записывать ничего не нужно. Если, во-первых, вы сейчас зайдете в подкладку документы, то вы должны увидеть там презентацию. Вы можете скачать на презентации кликабельные ссылки на проекты. Это PDF-файл, вы можете открыть его и потом понажимать и посмотреть, перейти по ссылкам. Поэтому записывать, собственно, не обязательно. окей, какие-то вопросы еще так. Да, Роман, да, я специально это сделал, да, ограничил скорость интернета, чтобы было понятно, как это работает. Ну, да, классная шутка, да. Вот, кстати, ограничения, вот возможности, это еще, как вы понимаете, сейчас реально, это скорость интернета. Как вы видите, это очень действенно, очень действенно. Вот еще гость написал про accessibility, классный ресурс, да, возможно, людям будет полезно, поэтому действительно можете посмотреть. я даже сейчас нажму, посмотрю. Даже интересно, что там. Ага, то есть собрана вся информация, связанная accessibility и нормативные документы по информационной доступности. Здорово, спасибо. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Давайте я тогда быстренько еще вернусь к конкурсу. Я просто вот очень советую вам, пожалуйста, расшарить эту информацию для ваших знакомых, друзей. Я думаю, что будет интересно принять участие в этом конкурсе. Особенно в номинации теплицы. Потому что вы реально можете, собственно, доделать и сделать это приложение новое какое-то до такого работающего состояния с помощью нашего гранта. Поэтому я думаю, что это будет очень важно для вас. Окей, значит, если тогда вопросов больше нет, я думаю, что можно тогда заканчивать. Большое спасибо, что вы принимали участие и всегда там рад буду получать от вас какие-то письма. Я давайте просто в чат напишу свою почту еще раз. То есть по любым вопросам вы можете писать. Я думаю, что с радостью буду отвечать. Вам спасибо за участие и скоро будет видео. Я думаю, что тот, кто смотрел в записи, тоже порадовался. Окей, тогда всем до свидания и хорошей пятницы.